Павлодар, 14 апреля, город закрыли на карантин. Все сидят дома, а это значит, что есть время подумать. А давайте с вами пофантазируем на тему того, что к управлению страной пришли люди, которые действительно умеют управлять страной. Я специально не говорю фразу, когда власть сменится в стране, я говорю, когда сменится управление страной, потому что власть в стране принадлежит народу. То есть мне, вам, всем жителям нашей страны, и именно в нашей власти, именно мы должны принять решение, кого мы допустим до управления нашей страной. А вот тут у нас кроется самая большая проблема. Сейчас, возможно, со мной многие не согласятся, но я попытаюсь объяснить. Еще со времен царской России у народа не было власти. Сначала был царь-батюшка, потом коммунистическая партия, которая пресекала все попытки инакомыслия и свободолюбия. Затем пришла пора мнимой демократии, когда народу представили новых правителей. Народ посмотрел, порадовался и пошел дальше по своим делам. Новые правители превратились в диктаторов, которые по молчаливому согласию народа посчитали уверенные им страны своей собственностью и зажрались. Поэтому самая большая проблема на сегодня – это внушить каждому гражданину простую мораль. Если все общее в стране, то и ответственность тоже должна быть общая. В стране какая-то проблема, значит, это проблема народа, и народ должен воспользоваться своей властью и решать ее. Самый простой пример – это пример, когда вы наняли человека себе в помощь для того, чтобы он поддерживал порядок у вас в квартире, пока вы находитесь в командировке, к примеру, в отпуске, на дачу, чтобы цветы поливал, следил за порядком. А когда вы вернетесь домой, этот человек внезапно заявил, что он правитель вашей квартиры, вы ему обязаны, и вообще вы не имеете слова против сказать ни против него, ни против членов его семьи, которые сожрали все из холодильника, распотрошили все ваши заначки, прибрали все, что им понравилось, еще и китайцам полквартиры сдали. Что вы будете делать в такой ситуации? Вы вышвырнете его вместе со всей его шушерой, предварительно отобрав все, что они успели прибрать. И со страной своей нужно поступать точно так же. Для советского человека, а теперь и для жителей стран СНГ, в частности, для нашей страны, может очень дико звучать призыв, что нужно решать проблемы своей страны, нужно заявлять о них и требовать их решения. Со своей страной, со своей родиной нужно обращаться так же, как со своей квартирой, с любой своей собственностью. Если вам нужно сделать ремонт, вы делаете ремонт. Если у вас в подъезде бардак, вы озвучиваете проблему и требуете ее устранения. Разбитые дороги, коррупция и хамство чиновников, руководство госучреждений на местах – это тоже наши проблемы. И о них надо заявлять и требовать их решения. Народ приучили молчать и терпеть, пройтись по кладбищу, купить две коровы и заткнуться. А если народ молчит, значит, ему все нравится. Я очень часто задумывался о том, как живут люди в развитых странах. Люди, для кого отечественный автомобиль – это Мерседес, Феррари, BMW, Volvo, Toyota, Honda. Для кого правительство – это те люди, за которых они голосовали, которым они доверяют, которые принимают законы на благо народа, а не те, чтобы отгородиться от народа. Где каждый человек ощущает поддержку от государства, а не так, как у нас, желают им всего плохого и машут рукой. Я тоже хочу так жить, хочу работать, развиваться в своей стране или на благо своей страны. Сейчас народ в нашей стране живет не на благо своей страны, а вопреки диктатуре и преступной власти. Как только каждый гражданин поймет свою значимость в жизни страны, выдавит из себя раба и, наконец, начнет пользоваться своими правами, правами человека и гражданина, вот тогда и наступят перемены. И после этого предисловия давайте пофантазируем, какие изменения наступят. Самое первое – это всех коррупционеров на всех уровнях заменят квалифицированные управленцы, руководители, которые знают, как решать поставленные задачи и проводить принятые парламентом, временным правительством реформы. Как следствие, мы получим взрывное развитие по всем направлениям – у учителей, медиков, военных и прочих бюджетников. Вырастет зарплата. Вырастет она просто потому, что деньги будут оставаться в бюджете страны, а не расходиться по карманам коррупционеров, как это происходит сейчас. Как следствие, вырастет покупательская способность у населения. А это значит, что малый бизнес в сфере продаж и услуг будет развиваться сам собой. Будет развиваться конкуренция. Товары и услуги вырастут в качестве. При этом цена их упадет, потому что будет здоровая конкуренция. Будет расти количество перерабатывающих комбинатов, тяжелой и легкой промышленности. Просто потому, что в бизнес-план не нужно будет закладывать грабительские проценты по кредитам, разные коррупционные поборы и возможность того, что у тебя, твое предприятие, просто отожмут, сводя на нет любые расчеты. Появятся новые рабочие места. От этого снова вырастет покупательская способность. Дифферсификация экономики, о которой так говорил Назарбаев, она просто произойдет сама собой. ВВП страны будет расти, курс деньги окрепнет, импортные товары подешевеют. Резко вырастет уровень образования, уровень медицины. Дороги будут делаться по правильной технологии, а не до следующего распила бюджета. Цены на топливо будут рыночными, адекватными. Соответственно, товары еще больше подешевеют, а покупательская способность еще вырастет. Вот тогда каждый гражданин почувствует на себе всю важность осознания выбора того, кто будет управлять своей страной. И не будет, как сейчас, отмахиваться, переживать за свое рабочее место, за то, что могут быть проблемы или еще что-нибудь. Тогда мы все заживем. А начать нужно будет с малого. Нужно объединяться. Семьи, друзья, рабочие коллективы. Будьте постоянно на связи. Фиксируйте любое нарушение закона и своих прав. Выкладывайте это в социальные сети. Озвучивайте это. Именно широкий массированный информационный фон поможет вскрыть все вот эти вот проблемы, поможет вынести их наружу и сделать так, чтобы текущие коррупционеры просто ушли. Медики, учителя, максимально озвучивайте ваши проблемы. Только так вы сможете улучшить свою жизнь. Сейчас, когда многие сидят на карантине, у людей есть время подумать о том, как жить дальше. Сейчас самое время обдумать, все ли вас устраивает в вашей жизни. Что вы хотите изменить. Проявите свою гражданскую активность. Будьте активными в интернете. Именно вы повлияете на свою собственную жизнь. Именно вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова